Ну всё, учебный год начался. Вместе с ним в жизнь шкалеров рываются различные секции, различные кружки. Как выбрать то, что по душе? Как найти в себе гения? И как работает 3D-принтер, знают наши гости. В студии сегодня Виктор Рябченко, преподаватель Международного центра развития для детей. Виктор, доброе утро. Доброе утро. Скажите, для того, чтобы что-то получилось из этого, нам нужно такое-то время, да? Ну, совершенно верно. Сначала нужно подготовить программу, то есть любое действие нужно смоделировать сначала. Сначала мы создаём 3D-модель, потом уже подаём на принтер нашу фигуру, модельку, игрушку, ну или какую-то букву. Но вы не расскажете, что здесь получится, я так понимаю. Это будет секрет, сюрприз. И я знаю, что вы пришли не один. Нам нужно какое-то время, поэтому я прямо сейчас отправляюсь на наш диван, где находятся супергости, такие же, как Виктор. И с ними вас познакомит наш рай. Да, Настасья Сидоренко к нам в гости пришла. Андрей Шевченко и Вента Свентана Элит. Доброе утро. Доброе утро. И сегодня мы будем говорить о ярмарке. Что за ярмарка, где будет проходить и когда? Рассказывайте. Сейчас я вам расскажу. Наша ежегодная ярмарка мы проводим уже третий раз. Она проходит традиционно в Чистяковской роще на большой сцене 9 сентября с 10 утра и до 6 вечера. Сплошное веселье, развитие. Полезное и интересное. А полезное и интересное только деткам будет или взрослым? И что вообще там будет происходить все-таки? Ну, полезное, я думаю, больше взрослым, а вот интересно и деткам, и взрослым. Потому что у нас традиционно участвуют центры развития, студии, кружки, спорт детский и так далее и тому подобное. То есть можно прийти и выбрать себе какое-то занятие по душе. Ну, а что за направления будут в этом году? Направления, помимо каких-то таких уже традиционных, к которым привыкли родители, то есть танцы, изо, английский, у нас есть и что-то более необычное. Например? Ну, например, даже в танцах, например, ирландские танцы. Есть кружок, да, занимаются люди ирландскими танцами. То есть будет лепрекон, который оттанчет. Ирландские танцы, это не ты. Да подожди, Маш. Восточные танцы, американский степ. То есть прям у вас такой вот танцевальный уклон в этом году получается? Нет, нет, абсолютно нет. То есть у нас очень разнообразные будут направления. В том числе в этом году, например, много технических направлений, что это очень модно. Робототехника очень популярна. Робототехника популярна. Ну, кроме того, это ментальная арифметика, скорочтение, авиамоделирование. И даже у нас будет кружок, который занимается гонками на маленьких вот машинках на пунктах. Вот и такое у нас есть в городе. Так что родители, я думаю, получат... Это все будет проходить бесплатно, насколько я понимаю. Акция для родителей, поселителей, это совершенно бесплатно. Для детей, то есть там будет масса активностей, и они тоже будут все бесплатные. И подарки будут какие-то, правильно? Бонусы какие-то приятные. Это же самое главное, особенно для родителей, конечно. Конечно, да. А что вы с собой такое принесли, интересно? А мы с собой принесли несколько заданий по скорочтению. Хотим вас испытать. Так, так. Это для детей или для родителей? Сразу разберемся. Вообще, скорочтение для детей от 4 до бесконечности. Так, а что нам дает вообще скорочтение? Скорочтение дает способность воспринимать текст 600, 800 и более слов в минуту. То есть вы сможете огромную информацию обрабатывать очень быстро. Ну вот одну книгу, допустим, за сколько я смогу прочитать? За какое количество времени? Ну, книгу за, не знаю, 3 часа, например. Серьезно? Так, давайте тренироваться. Первое задание вам нужно назвать цвет слова. Внимательно, цвет слова. Давайте я вот так сделаю, чтобы всем было видно. Тянешь время. Так, зеленый, красный, желтый, фиолетовый, синий. Зеленый, желтый, черный, красный. Нет, это красный, черный. Так, фиолетовый, оранжевый, желтый. Нет, не желтый, синий. Как это мне поможет в жизни? Ну, вообще, это задание на внимание и на развитие межполушарных связей. И дети с этим справляются? Справляются, но тоже с ошибками. Которые читать не умеют, наверное, да? Да. А фишка в том, что наше правое полушарие воспринимает свет, а левое распознает буквы. То есть тут как бы такой механизм работает. Есть еще несколько заданий. Механизм, когда полушария должны дружить максимально. Хотим еще несколько заданий, давайте. Тут еще есть у нас перевернутые тексты. Можете попробовать почитать вы этот, а вам посложнее. Я уже сама запуталась. Просто я переворачиваю вот так текст и читаю снизу, вверх, справа, налево. Друзья, операторы, дорогие, покажите, пожалуйста, что у нас тут за абракадабра написано. Это зеркальный текст. А у тебя что, зеркальный текст? Друзья. Смотри, ну вот снизу вверх, поскольку на меня оказывали воздействие сразу два отца, я учился у обоих. Ну, кстати, это возможно. Ну, правда. Мне пришлось замур... Что? Замур... Замур... Да, я попробовала. Да, это нормально. Вторую строчку. Вторую. И откуда, куда нужно... А, вот учился у обоих. Мне пришлось задумываться над советами и того и другого. Ой, того и другого. Молодец. Пять баллов. Здорово. На самом деле это упражнение развивает такой навык, как антиципация. Это такое сложное, замудренное слово. Оно обозначает предугадывание. То есть, если вы научитесь быстро читать подобные тексты, то, смотря на обычные, вы будете очень быстро справляться. Ага. Слушайте, это очень интересно, на самом деле. То есть, можно дома книгу перевернуть и тренируйся. Да. Ну, а насколько я понимаю, что-то готово уже у Виктора. Виктор, можно к вам идти? Мы тогда идем. 3D-принтер напечатал что-то для хорошего утра. И... Что же это? Что же это? Ну, показывай. Это хэштег для вас. А-а-а-а! Для вашей программы. Это же хорошее утро. Хорошее утро. Хорошее утро. Нет, подожди, нужно перевернуть в обратную сторону, чтобы... Вот так? Да, люди учились читать. Наоборот, сверху вниз развиваем скорочтение. Убираем, как это, антиципацию? Или, наоборот, приобретаем? Приобретаем. Приобретаем антиципацию. В общем, друзья, вот так выглядит 3D-принтер. Я до этого никогда в жизни не видела. Это и другие чудеса света вы сможете увидеть как раз на ярмарке. Приводите детей, берите родителей. Ну, а это и другие интервью вы легко можете посмотреть, пересмотреть на сайте нашего телеканала.